Господь наш, мы Тебя сердечно благодарим за то, что Ты даешь нам возможности в этой стране вот так собираться, иметь такие большие конференции молодежные. Благодарность Тебе за то, что Ты собрал нас в это утро, и мы просим, чтобы Ты прибыл с нами, чтобы Твое присутствие было ощутимо в нашем собрании. Ты сам сказал, что где двое или трое собраны во имя Твое, там Ты посреди них, Господи, и мы пришли для того, чтобы услышать именно голос Твой. Мы пришли для того, чтобы увидеть славу Твою, и мы просим, Господь, чтобы Ты благословил наши души, чтобы мы могли прикоснуться к Тебе. Благослови все, что будет в этом общении, братьев, которые будут передавать Слово Твое, хор, который будет петь. Благослови тех, которые будут петь группами, те, которые будут рассказывать стихотворениями. Когда мы будем петь общим пением, чтобы мы воспевали Тебе в сердцах наших, чтобы мы рассуждали над словами. Просим Тебя, чтобы Ты помог нам настроиться на слушание голоса Твоего. Будь прославлен в нашем служении, благослови молодежь, укажи нам всем путь к счастью. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Будем петь общим пением, потом служение хора. Ты не один идешь по жизни, Мире людей, никто не лишний. Все мы в одной семье у Бога, Все мы с собой, и нас так много. Ты не один, всегда Бог рядом. Ты не один, трусить не надо. Ты не один, пойдем со мною, Страну чудес, страну святую. Ты не один, всегда Бог рядом. Ты не один, трусить не надо. Ты не один, пойдем со мною, Страну чудес, страну святую. Если порой одиноко, Тучи скорбей их так много, Знаешь, что всегда за облаками Солнце любви горит над нами. Ты не один, всегда Бог рядом. Ты не один, трусить не надо. Ты не один, пойдем со мною, Страну чудес, страну святую. Ты не один, всегда Бог рядом. Ты не один, трусить не надо. Ты не один, пойдем со мною, Страну чудес, страну святую. Страну чудес, страну чудес, страну святую. Страну чудес, страну святую. Страну чудес, страну чудес, страну святую. Ты не один, всегда Бог рядом. Ты не один, трусить не надо. Ты не один, пойдем со мною, Страну чудес, страну святую. Страну чудес, страну чудес, страну чудес, страну святую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 For prayer. If my people who are called by my name will humble themselves and pray. It turns out, I'm looking at the attitude, right? I came here to do what I was going to do and I'm ready to leave. Maybe we came here to first of all listen, to pray, to hear heart-changing truths from God and be ready to change our lives to those truths. We need to know that we need God's help. When he spoke about turning from our wicked ways, anything that isn't the way he says it should be is wicked. We need his help to turn from those things. If we want healing for our land or forgiveness and God to hear us, let us be prepared by prayer. I think we hear a lot about Apostle Paul speaking about the race we're all running, right? We're not just here to beat the air with our fists. Maybe at some people you look at them and, you know, they're physically built. It looks like they could really tear something up. But prayer isn't something that's from the outward, right? Something physically strong. Prayer requires us to meet with the one who knows who we really are on the inside. And he's the one who desires a victory in our lives. He's the one who could give us this victory with our struggle against sin. That's who we meet in prayer with God. The example I had, imagine there's a race about to begin, right? There's a starting line. A bunch of people are lined up. The camera's looking at them. And you hear a countdown. Three, two. Two, right before they say one, somebody yells out, wait. Camera zooms in, right? Who is this guy? Also, somebody at the starting line. His shoelaces are untied. And he's scooping out the last pieces of ice cream from his half-gallon jug, guzzling them down, throws it aside, says, now I'm ready. Somebody, seeing this picture at a race, what would you say, or what would you call this person if you had one word to call him? Foolish is one of the things that come to mind, right? He's about to run a race. If he doesn't trip over his shoelaces, he's going to get pretty sick running. He's not going to make it. And he's not going to make it first for sure. You know, it's a silly example, but let's take a look at ourselves. We're at a conference, right? And how prepared am I? How much sleep did we get last night? You know, maybe we don't even know the topic of the conference today. Maybe, and hopefully not, by some chance, we've been able to miss every truth that God's been preaching to us up to this point. We need to be prepared. And today we have that moment. The truth of God's word has been preached, is going to be preached, is being preached. And he's already told us that he's ready to hear our prayers. If we humble ourselves, pray, and we have an attitude of listening to him, right? And we turn from our wicked ways. These next few minutes, let us do just that. I would call us to stand and pray. Some people could pray aloud, but those who aren't praying out loud, this is the time for prayer. This is when we do that. So please pray as well, inside or in quiet prayers. And then in the end, I'll pray with you. Let's stand and pray. Lord, I thank you that you have prepared a message for your children that we can gather today in your name and hear truths. Truths that are real for our lives, that are important, and that you believe are important for us in this time. Help that nothing will distract us from seeing their importance, seeing how they could be applied to our lives. Please bless that we may clearly hear to understand and to apply in our lives. And Lord, I pray this for myself, for my brothers and sisters as well, to know the need we have for you, Lord, to see the emptiness of this world. I thank you for the blessings that you have prepared throughout this day. Help that nobody may leave without a truth, a life-changing truth, a heart-changing truth that would be in their mind from this conference. I ask for your blessing and wisdom. Amen. 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 Аллилуйя, 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 Аллилуйя. И сердце веком удалил, спасением душу озарил. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Одежду мир Он нам дает, Ему осану мою. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Где Он живет ко мне, Я, Сия, Небеса, как ко мне. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Остал душа, Христа народ, Тебе Он свет любит мою. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 My source of hope is Christ alone In Christ alone do I glory For only by His grace I am redeemed For only His tender mercy Could reach beyond my weakness to my need And now I seek no greater honor In just to know Him more And to count my gains but losses To the glory of my Lord In Christ alone I place my trust And find my glory in the power of the cross In every victory In every victory let it be said Of me my source of strength My source of hope is Christ alone My source of strength My source of hope is Christ alone My source of strength My source of hope is Christ alone Praise God Praise God How God needs God to those who believe in God How God needs God to those who believe in God How God needs God to those who don't know Him No one needs God does not measure We all depend on Him We all depend on Him God is needed He is needed to everyone on the world Among all these lonely roads When your children were in trouble When the pain suddenly broke down When the pain suddenly broke down God needs us If there is no happiness And there is no victory And help anywhere Of whatever it will come When it comes to us If there is no nest And there is noidian And there is no connection When your friend When your husband finns над бездной When you can't help him When your attempts to live Be custom And in the spring But in the hour God needs us When the wind breaks And there is your person Бог нужен, когда старость наступила И вдруг заметил, как короток век Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает А долгожданного дождя все нет Когда тревога на душе терзает А неизвестность все не шлет ответ Бог нужен людям в трудные минуты Когда надежды в горе нет другой Соломинкой той видится кому-то Бог Когда дно уходит под ногой И сколько раз летело в небо эхом О Боже, если ты на свете есть Свидетельств много собралось об этом Ответов Божьих никому не счесть Но иногда бывает слишком поздно Ведь Бог уже так долго ждал И кто-то очень страшно, очень грозно Своё неверие на земле пожал Бог долго терпит, ждёт Бог всех нас любит Но есть долготерпению предел И шанс свой упустив себя погубит тот Кто нуждаться в Боге не хотел Не надо ждать, когда камин остынет Когда цветы на холмик понесёшь Когда один останешься в пустыне Когда отчаяние в тебе, как нож Так хочется, чтобы к Богу приходили Не потому, что грянула беда А потому, что Бога полюбили И власть Его признали навсегда И хочется, чтобы все могли осмыслить Увидеть, перечувствовать, познать Как нужен Бог Как милости Всевышней Как хорошо Ему принадлежать Слава Богу 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok We'll be stripped away by the power of your love Hold me close, let your love surround me Bring me near, draw me to your side And as I wait, I'll rise up like the eagle And I will soar with you, your spirit leads me on By the power of your love Lord, unveil my eyes Let me see you face to face The knowledge of your love The knowledge of your love As you live In me In me Lord, renew my mind As your will unfolds In my life Living every day Living every day By the power of your love Hold me close Hold me close, let your love surround me Bring me near, draw me to your side And as I wait And as I wait, I'll rise up like the eagle And I will soar with you, your spirit leads me on By the power of your love Hold me close, let your love Let your love surround me Bring me near, draw me to your side And as I wait, I'll rise up like the eagle And I will soar with you, your spirit leads me on By the power of your love And I will soar with you, your spirit leads me on By the power of your love And I will soar with you, your spirit leads me on ПЕСНЯ 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 Продолжительность 3,5 триллиона Деревья растет На нашей планете Поднимите руки, кто из штата Вашингтон Здесь? Слава Богу! Кто из штата Орегон? Слава Богу! Как вы думаете, где больше деревьев в Вашингтоне или в Орегоне? Я слышу одни так, другие так Два прекрасных штата, правда? Вашингтон, Орегон, зеленые, огромное количество деревьев 9 миллиардов в Вашингтоне, 5 миллиардов в Орегоне Это не значит, что Вашингтон выиграл Это говорит, что Бог создал прекрасные штаты И дал нам возможность здесь, в этих штатах жить Наслаждаться красотой, дышать воздухом И прославлять Господа Мы сегодня будем говорить о дереве О самом замечательном дереве О человеке, который знает Бога Который поклоняется, повинуется и служит Богу Первый псалом, тема нашей конференции Дорога к счастью Мы много слышали вчера И сегодня мы будем касаться этого псалма Я остановлюсь на третьем стихе этого псалма И мы уже вчера слышали, что первый псалом Это как введение ко всей книге Первый псалом, он открывает тему Которая будет потом на протяжении Всей книги Псалтырь С 150 псалмов Эта тема будет показываться, развиваться и открываться И эта тема есть дорога к счастью Это тема, которая показана Путь, который избирают праведники И путь, который избирают нечестивые И эта книга показывает, что путь праведников Это дорога к счастью Это благословение Это радость И эта книга показывает, что огромное влияние Для правильного выбора дороги к счастью Является в Слове Божьем Книга Псалтырь показывает нам Эту важность Слова Божия Слово Божие открывает нам Дорогу к счастью И нам важно это видеть И поэтому книга Псалтырь показывает Духовную часть жизни человека С положительной стороны и с отрицательной стороны И мы читаем эту книгу Для того, чтобы нам сделать выбор Для того, чтобы нам увидеть дорогу к счастью И сделать правильное решение И правильный путь И мы вчера уже, я сказал, что слышали Об этом центральном значении Божьего Слова Которое открывает нам этот верный путь Который показывает нам дорогу к счастью И мы вчера уже слышали о том, что счастье, о котором говорит Библия Называется блаженство Блажен муж Это сразу показывает нам, что счастье, о котором говорит Бог О котором говорит Библия Отличается от счастья, которое прилагается в этом мире Потому что блаженство Это не только высшая мера счастья Блаженство связано с благословением Благословен, или как в английской Библии так написано blessed, то есть благословен муж, это тот, кто получает счастье не от этого мира, не то счастье, которое люди, грешники ожидают, это то счастье, которое дает Бог. Это то счастье, которое называется блаженство или благословение, которое исходит от Бога. И нам важно видеть эту дорогу к счастью, которая от Бога дается, как его благословение. И мы сегодня говорим о дороге к счастью для вас, для молодежи, для особого поколения, поколения Z. Ваше поколение родилось тогда, когда интернет уже существовал, и вы думаете, что интернет существовал вечно. Многие из вас родились тогда, когда появился первый USB-драйв. Многие из вас родились тогда, когда появился Facebook и iPhone, и вы думаете, что это все было всегда. И вот когда мы смотрим на вас, когда мы смотрим на ваше поколение, и пытаемся увидеть, что для вашего поколения есть счастье. Какова ваша дорога к счастью, вот в вашем состоянии. В 2017 году был сделан опрос. 20 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, это ваше поколение, это ваши сверстники. Вот им был задан вопрос, чтобы определить, что значит счастье для этого поколения. Вы знаете, где живут самые счастливые молодые люди, самая счастливая молодежь? В России. Самые счастливые молодежь живут в Индонезии. И Индонезия занимает 117 место по экономическому развитию. Второе место заняла молодежь в Нигерии. Это 142 место в экономическом развитии. Третье место молодежь в Индии. 143 место в экономическом развитии. А знаете, где живут самые несчастные молодежь? Франция, Великобритания, Япония и Австралия. Страны, которые входят в двадцатку самых экономически развитых стран. Там живут самые несчастные молодые люди вашего возраста. Это интересно, правда? И когда этой молодежи задали вопрос, что для вас является счастьем. 94% сказали здоровье. 92% сказали хорошие отношения в семье. 91% сказали хорошие отношения с друзьями. 85% сказали достаточно денег, чтобы иметь удобную жизнь. Самый меньший процент, меньше всего вашему поколению приносит вера или отношения с религией. 44%. Я задаю вопрос, вы такие же? Если бы мы сегодня, здесь вас тысяча человек, мы сделали опрос, мы провели анкету, мы проверили, вы являетесь счастливыми или нет, и поставили бы эти вопросы, что вам приносит счастье? Вы бы были такими же, как ваши сверстники в Японии, Великобритании, Франции, или такие, как в Нигерии, в Индонезии? Что является вашим счастьем? Что является вашей дорогой к счастью? И вообще, возможно ли быть счастливым сегодня? Можем ли мы действительно увидеть, найти эту дорогу к счастью? Этот путь к настоящему счастью? Прошедший год и даже больше, это были очень несчастливые года, правда? Для всех людей в этом мире. Пандемия, коронавирус, потеря работы. Сегодня очень трудное время во всех странах, в наших штатах. Многие люди теряют работы, потому что надо принимать прививку, и отказывают принимать все эти экземпшен. И люди находятся в таком особом состоянии, и мы говорим о счастье. Что является счастьем сегодня, в наше время, для вашего поколения? Можно ли быть счастливым сегодня? Об этом наша конференция. Об этом тема, над которой мы рассуждаем. Об этом первый псалом, который мы читаем, вникаем и пытаемся увидеть. Давайте откроем первый псалом. Я прочитаю третий стих, на котором мы остановимся. Первый псалом, третий стих. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Давайте вместе еще раз посмотрим, как начинается этот стих. «И будет». Произнесите это слово в вашей голове. «И будет». Что это значит? Это означает, что, когда мы произносим это слово, мы принимаем какое-то решение. У нас есть какой-то план, мы хотим что-то сделать, мы хотим что-то предпринять, и вот мы как бы рисуем в своей голове, как достигнуть этого результата. Мы как-то планируем что-то, и мы представляем, и говорим, да, вот когда-то будет. Что вы представляете «и будет»? «И женюсь», да? «И будет у меня семья», «И бизнес», или что вы представляете? в голове, когда вы произносите слово «и будет». Теперь подумайте, что происходит, когда Бог произносит это слово. Когда Бог говорит «и будет», это не просто план, это не просто рассуждения, мечты какие-то. Когда Бог произносит слово «и будет», это происходит. И мы читаем первую главу книги «Бытие», когда Бог произносит это слово «и стал свет, и появилась земля, и появились эти триллионы деревьев». Когда Бог произносит слово «и будет», это точно Он своей силой, силой Своего слова, Он осуществляет действия и происходит то, что Бог сказал «и будет». И мы прочитали с вами третий стих, который говорит Давид, и мы знаем, что это откровение от Бога, это Божьи слова, это Божье слово. Если Бог говорит «и будет Он» этот муж, о котором мы слышали вчера, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, у которого воля в законе Божьем, он размышляет о Слове Божьем день и ночь, и Бог говорит «и будет Он» это Божье обетование. И я хочу, чтобы мы поняли этот стих, это Божье обетование, это Его обещание, и когда Бог говорит «и будет», это точно произойдет. Если вы сегодня понимаете, что Бог в этом псалме открывает этот путь, эту дорогу к счастью, и Бог говорит «и будет», это относится к каждому из вас. Если вы сегодня принимаете решение, если вы сегодня, рассуждая, слыша проповеди, вы видите этот путь праведника, который не идет на греховный путь, который избирает другой путь, избирает дорогу к счастью, избирает и стремится вникать в Слово, там, чтобы была Его воля. Бог вам говорит, называя каждого из вас по имени, Он будет таким деревом. Вы можете быть уверены, что когда вы принимаете решение внутри, когда к этому решению подключается ваша вера, Бог начинает осуществлять действия. Бог начинает говорить, и Бог показывает, мы видим в этом слове, делается это сравнение, Он будет как дерево при потоках вод. Мы читаем с вами Библию, мы видим, как много в Библии сказано о деревьях. И мы думаем с вами, что когда мы находим дерево в самом начале Библии, в саду Эдемском, и когда мы прочитали с вами о дереве в первом псалме, а первый псалом – это середина Библии, и когда мы читаем, что в книге Откровения в конце Библии тоже говорится о дереве, мы видим, что Бог использует дерево как духовную иллюстрацию, причем иллюстрацию нашего духовного состояния. Бог желает через это передать нам какие-то духовные истины, которые нам важно понять, и мы смотрим всю библейскую историю, как много связано с деревом. Ковчег Ноя был построен из дерева, Жезл в руке Моисея был из дерева, храм Искиния были построены из дерева, крест Иисуса Христа был сделан из дерева. Бог открывает нам духовные истины, когда мы рассуждаем о дереве, о чем это сказано и как это важно. В национальном парке Райнира, здесь в нашем штате, есть срез дерева, ему 728 лет. И на этом срезе отмечены вот все эти кольца и показаны исторические события, которые происходили, когда дерево было вот таким, 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 таким. Интересно, что когда Колумб открыл Америку, этому дереву было уже почти 200 лет. Вы можете представить? Когда Колумб открыл Америку, этому дереву было уже 200 лет. Когда была подписана Декларация Независимости Америки, этому дереву было 483 года. Удивительное дерево. Но когда мы прочитали с вами этот текст Писания, он говорит о другом удивительном дереве. О таком дереве, которым может стать каждый из нас. И Бог желает, чтобы мы стали таким деревом. И Бог желает, чтобы мы приняли это решение, чтобы Он в отношении каждого из нас сказал, «И будет, и мы стали бы таким деревом, которое бы было насажено у потоков вод, и которого бы приносило плод». И посмотрите на окончание этого стиха. Я хочу, чтобы мы начали с окончания этого стиха, и потом коснулись того, что в середине. «Сказано об этом человеке, и во всем, что он не делает, успеет». Буквально здесь сказано, что все, что не делает этот человек, он будет успешен. Это означает, он будет счастлив, он достигнет результата. Этот результат будет положительным, он будет успешным, он будет счастливым. В этом стихе показана дорога к счастью. В этом показана дорога к благословению, успеху. Этот человек, он нашел эту дорогу, он встал на этот путь счастья, он идет по нему, и все, что встречается на его пути, это благословение, это успех, это результат. И поэтому я хочу, чтобы мы посмотрели вот на этот третий стих. Я хочу коснуться трех важных моментов, рассуждая об этом стихе о дороге к счастью. Первое, я хочу, чтобы мы увидели, счастье имеет свое начало. Если вы записываете, можете записать. Номер один. Счастье имеет свое начало. Второе, что я хочу, чтобы мы увидели, что счастье имеет свой источник. Об этом также сказано в этом стихе. Первое, счастье имеет свое начало. Второе, счастье имеет свой источник. И третье, что я нахожусь здесь, счастье имеет свой результат. Давайте посмотрим на каждый из этих моментов, чтобы увидеть, где об этом сказано в Божьем Слове. Мы прочитали еще раз этот третий стих, «И будет он, как дерево посаженное». Давайте остановимся здесь и запишите в своем блокноте слово «посаженное». Это интересный момент, потому что именно это слово говорит о том, что счастье имеет свое начало. Буквально слово, которое используется здесь, слово «шател», слово «шател» в иврите, оно означает не столько посаженное, как пересаженное. Что это означает? Быть посаженным означает иметь корень для стабильности, для питания. Мы посадили какое-то растение, мы посадили какое-то семя, оно вырастает, оно укрепляется в земле, это значит быть посаженным. Быть пересаженным означает все предыдущее, но еще означает изменение почвы и места, где растение посажено. И Писание говорит, что «И будет он, как дерево, пересаженное». Это говорит о том, что все мы люди, мы росли в другом месте, мы все были водами, мы все были мертвы во грехах, но Иисус Христос пришел и принес нам спасение. Он даровал нам спасение, когда он умер на Голгофском кресте, когда наши грехи, вот эту нашу природу Адама, он взял на себя и он пролил кровь на Голгофском кресте. Он таким образом дарует спасение всякому верующему в Него. И когда мы веруем, что Христос умер на кресте, когда мы взору стремляем на крест, на Господа нашего, Он дарует нам спасение и Он пересаживает нас из состояния греховности, из состояния вот в этом порочном положении греха, Он пересаживает нас в другое место. Это и есть, это и значит быть христианином. Христианин – это тот, кто пересажен из состояния греха, погибели этого мира в новое состояние. И Писание показывает, что христианин не может быть добрым сам по себе. Христианин может приносить плод только когда он пересажен, когда он в новом месте. Посмотрите, мы читаем 3 глава Ефесиным. 17 стиха Павел говорит, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота. Чтобы вы были укорененные, что значит укорененные? Чтобы у нас корень был. Мы должны быть пересажены и место или почва, куда мы должны быть посажены, это наш Господь Иисус Христос. Спасенный человек – это тот, кто избавлен от греха, тот, кто взят Господом из этого мира и помещен в Иисуса Христа. И во Христе мы должны быть укоренены и утверждены. Мы корни должны свои пустить. Мы читаем послание Колосинам 2 глава 6 и 7 стихи сказано, посему как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в нем, будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспеваясь с ней с благодарением. Знаете, что интересно здесь? Библия говорит о ходячих деревьях. Вы когда-то представляли себе ходячие деревья? Посмотрите еще раз в этот текст, который я прочитал, Колосинам 2 глава. Посему как вы приняли Господа Иисуса, так и ходите в нем, будучи укоренены. Мы посажены, мы пересажены в Иисуса Христа, мы корни пустили в нем, мы на новом месте. И Писание говорит, так и ходите в Иисусе Христе, живите христианской жизнью, вы имеете новую природу, вы имеете спасение в Иисусе Христе, вы находитесь в нем, ходите в нем, живите настоящей христианской жизнью. Вы нашли этот новый путь, эта дорога к счастью, потому что вы оказались пересаженными и вы находитесь в Иисусе Христе. И быть укорененным означает, что я не буду перемещен как-то, я не буду сдвинут моими эмоциями, моей волей, моим разумом, чтобы не происходило внутри меня. Слово Божие преобразует мой разум, Слово Божие преобразует мои эмоции, я имею ум Христов, моя воля подчинена Иисусу Христу, я в нем нахожусь. Это особое положение, мои эмоции покоряются Богу, и хотя я не всегда чувствую, что я спасен, но я не доверяю своим эмоциям, потому что моя вера укорена в Иисусе Христе, я верю Его Слову. И Он говорит в Своем Слове, что если я верой пришел к Нему, исповедал свои грехи, я пересажен, я в нем нахожусь. Это начало счастья, это начало пути, это начало этой дороги. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что не все пересажены. И сегодня вы находитесь здесь, на этой конференции, я хочу, чтобы вы задали вопрос. Вы нашли дорогу к счастью? У вашего счастья есть начало? Вы прошли уже этот момент, и вы можете быть уверены, что вы пересажены, и вы в Иисусе Христе находитесь. И вы укоренены в Нем и в Его Слове. Счастье имеет начало, дорога к счастью имеет свое начало. И если мы укоренены в Нем, мы можем приносить плод, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что происходит вокруг, несмотря на пандемию, коронавирус, страхи. Мы можем быть блаженными, мы можем быть благословенными, мы можем быть счастливыми сегодня. Сегодня мы с вами смотрим на этот текст, и он говорит нам о том, что нам нужно укореняться больше в Иисусе Христе. Поэтому я хочу первое слово сказать к тем из вас, которые еще не получили спасение. И вы слышите это слово. И в конце моего слова я сделаю призыв. Если вы сегодня рассуждаете о дороге к счастью, и Дух Святой показывает вам, что вы еще не в Иисусе Христе, вы на самом деле не имеете спасения, вы не пересажены в Него, я хочу, чтобы Дух Святой работал в вашем сердце, и вы это почувствовали. И у вас будет сегодня возможность обратиться к Господу. Второй момент, который мы находим в этом тексте, счастье имеет свой источник. Посмотрите, в этом тексте дальше сказано, и будет он как дерево посаженное, где? Посаженное при потоках вод. Это говорит нам о том, что если я посажен во Христе, тогда Божье Слово, как потоки воды, будет совершать особое действие в моей жизни. Быть посаженным в Иисусе Христе, находиться в Нем, это означает всегда стремиться, чтобы Божье Слово совершало во мне работу. Источник счастья в Божьем Слове. Поймите это, потому что мир сегодня говорит совершенно о другом. Но мы в этом тексте находим, что потоки вод, они указывают, чем питается это дерево. Эти потоки вод указывают причину, почему это дерево находится в таком состоянии. Откуда оно пьет воду? Оно посажено при потоках вод, и оно постоянно питается этой водой, оно пьет эту влагу, необходимую для жизни. Я хочу задать вам вопрос, чем вы питаетесь, молодежь? Из какого источника вы пьете воду? Вы поколение Зи. Когда вам нужна какая-то информация, когда вам нужно найти ответ на какой-то вопрос, когда вас что-то интересует в этой жизни, вы все находите в интернете. Я еще раз задаю вопрос, из какого источника вы пьете воду? У каких потоков вод вы посажены? Книга Иеремии, мы читаем 2 глава в 13 стихе. Господь говорит, ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Это не к вам относится? Бог говорит, меня источник воды живой. У нас есть Божье Слово, у нас есть Библия, которая дана Богом как откровение, чтобы преобразовать наш разум, чтобы сформировать наше мировоззрение, чтобы давать ответы на все вопросы, чтобы показывать путь жизни, чтобы давать нам решения, когда нам нужно, чтобы отвечать на вопросы, когда трудности и переживания. И Бог говорит, есть люди, которые оставили Божье Слово и нашли другие источники, высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Сегодня много молодежи, которые идут этим путем, которые оставляют Божье Слово и идут в интернет, потому что там они находят источники воды. Там они находят ответы на свои вопросы, там они проявляют любопытство и находят ту информацию, которую они хотели бы. Библия – это единственный источник воды живой. Счастье имеет свой источник, и этот источник – это Божье Слово. И нам важно понять это. Я хочу задать тебе вопрос, брат молодой, сестра, может быть, ты оставил этот источник? Может быть, ты сегодня нашел себе другой источник или другой водоем, который не может держать воды? Мы видим вот этот образ, о котором говорится в первом псалме, он в книге Иеремии. Посмотрите, как сказано. Это 17 глава Иеремии, из 5 стиха. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть свою, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет добрая, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вся причина, почему это дерево зеленое, живое, свежее, оно посажено при потоках вод, оно посажено при этом источнике. И мы говорили, что этот источник – это Божье Слово. Это значит, что счастье нельзя базировать на обстоятельствах. Вы можете старались каким-то образом построить свое счастье, обустроить свою жизнь, но вы не можете контролировать обстоятельства. Вы не можете контролировать то, что происходит вокруг вас. Пандемия приходит, экономика падает, машины ваши стареют, красота ваша увядает. Я читал статью президента Airbnb. Огромная компания. И он сказал о том, что за 12 лет мы построили огромную компанию и почти все потеряли во время ковида за 6 недель. Мы не можем строить наше счастье, потому что обстоятельства не зависят от нас. Все вокруг меняется, и обстоятельства меняются сразу, и мы не можем это контролировать. Ветер как дул, он и будет дуть. И если вы как прах, возметаемый ветром, о чем мы будем слушать сегодня, если вы как прах, который зависит от обстоятельств, ваше счастье будет улетать. Но если вы как дерево, которое посажено при потоках вод, которое укоренено и питается Божьим Словом, счастье будет всегда в вашей жизни, потому что в вашей жизни всегда будет этот источник счастья. Слово Божье будет открывать вам этот путь, и вы будете всегда находить это блаженство. И третий момент, на котором я хочу остановиться, счастье имеет свой результат. Посмотрите, мы читаем в этом тексте, сказано, что это дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Давайте начнем с листьев. Лист его не вянет. Кто из вас знает, зачем деревьям нужны листья? Биологи здесь, наверное, есть, университеты. В листьях вырабатывается живительный сок для всего дерева. Листьями деревья дышат. И в этом тексте сказано, что лист этого дерева или состояние этого человека никогда не увядает. Потому что, когда мы покоряемся Богу, Дух Святой начинает действовать в нашей жизни. Он дает нам жизнь. Он дает нам сок. Он дает нам дыхание. Лист такого человека, посаженного при потоках вод, который в Слове Божьем укоренен, в Иисусе Христе укоренен, под действием Духа Святого, имеет эту силу, имеет эту жизнь. И мы видим, что здесь сказано о том, что лист не вянет, и это говорится о трудных временах. Характер христианина проявляется не в легкое спокойное время. Характер настоящего христианина проявляется не во время благополучия, а в тяжелое время, когда будет проблема с финансами, со здоровьем, с ковидом, с работой. Когда близкий кто-то уйдет из этой жизни, вот в такие моменты проявляется ваш христианский характер. Вот именно в такие моменты напрямую открывается, являетесь ли вы деревом посаженным при потоках вод, углубленными в Иисуса Христа, в Его Слово. Именно в таких ситуациях проявляется, кто вы есть. Счастье имеет свой результат. Бог не создал нас просто для счастья самого в себе. Бог дарует нам блаженство и благословение, чтобы мы приносили плод. В этом наша цель, в этом наша задача. И мы видим, что это дерево, оно приносит плод, оно посажено при потоках вод. Как вы себе рисуете иллюстрацию этого дерева? Если сказано при потоках вод, это не просто дерево, которое, может быть, вы видели такие картинки, дерево и спокойное озеро, и такая ровная вода. Здесь сказано при потоках вод. Это могучая река. Это дерево, которое на берегу этой бурной реки. И знаете, о чем я подумал? В Израиле нет таких могучих рек. В Израиле нет такой могучей бурной реки, как в России или еще где-то, как здесь в Америке. В Израиле это особая территория, у которой все есть. У них есть снег на вершине горы Ермон. С другой стороны, у них есть зелень у Галилейского моря, но проедьте несколько миль, и там мертвое море. И нет никакой жизни. Иудейская пустыня. И река Ярдан, которая вытекает из Галилейского моря, она втекает в мертвое море. И в этом мертвом море нету жизни, потому что это мертвое море только принимает все в себя и ничего не отдает. И жизни в этом мертвом море нет, поэтому оно и названо мертвое море. Может быть, сегодня вы в таком состоянии? Может быть, вы сегодня все получаете, все принимаете, приходите на собрания, на конференции, вы слышите, вы много знаете, вы все получаете, вы все имеете, но вы ничего не отдаете. Плода нет у вашей жизни и вы как это мертвое море, которое все берет, но ничего не отдает. И нам важно подумать, в чем ваше счастье. Этот вопрос я задал с самого начала. В чем счастье вашего поколения? В чем счастье ваша молодежь? Как оно проявляется? Счастье должно проявляться. Счастье имеет результат, оно выражается в том плоде, который мы приносим. Почему? Сатана сегодня дает заменители настоящего счастья, и вы, молодежь, особо это понимаете и знаете. Сатана сегодня предлагает свои подделки, которые он называет счастьем. Он подсовывает различные подделки и говорит, если ты это используешь, если ты это попробуешь, если ты таким путем будешь жить, ты получишь счастье. И все, что он предлагает, оно не приносит счастья. Порнография, алкоголь, наркотики, вейп, секс. Он предлагает все это, и он пытается заставить молодежь поверить, что в этом счастье. Но некоторые из вас, попробовав это, вы знаете, что как результат, как плод, это разочарование, это боль, это скорбь, в которой вы находитесь. Потому что чем больше вы принимаете эти подделки, тем дальше вы уходите от Бога. И Писание показывает, что на самом деле мы можем или служить Богу, или служить тому идолу, который в сердце нашем. Если в вашем сердце идол, тогда этот идол требует поклонения. И поэтому наркотики, поэтому порнография, поэтому безнравственная жизнь, потому что этот идол в сердце, он требует поклонения. Он пытается заставить вас жить таким путем, обманывая, сковывая, предлагая это как счастье на самом деле. Это полное разочарование, это не тот результат, который должен быть в счастье. Это не тот плод, который предлагает Священное Писание, потому что только служение Богу – это настоящий результат. Познание Бога, повиновение Ему и служение Богу – это результат счастья. Бог нас для этого создал. И когда мы однажды достигнем вечности, когда мы будем на небесах, там мы будем знать Бога, повиноваться Ему и служить Ему. И это величайшее счастье, которое Господь предлагает каждому из нас. Он желает, чтобы мы достигли этого счастья. Он желает, чтобы мы были там, на небесах. Он желает, чтобы мы сегодня поверили в то, что это и есть реальное счастье. И это счастье Он предлагает нам сегодня. Он желает, чтобы этот плод был сегодня в нашей жизни. И я знаю, что среди вас есть те верные христиане, которые поняли это. В жизни которых есть этот реальный плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение. Вы приносите этот плод, и вы понимаете, что служить Богу и повиноваться Ему – это самое настоящее счастье. Но заметьте, что в этом псалме, в этом тексте здесь есть важный принцип – чтобы появился плод, должен быть корень. Чтобы у вас был настоящий плод и результат счастья, у вас должен быть корень, который берет эти соки, который берет эту живительную силу и в результате этого приносит плод. Мы читаем 1 Фессалоникийцам во 2 главе сказано, посему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть по причине, которое и действует в вас, верующих. Божье Слово, которое мы принимаем, которое поселяется в нашем сердце, оно начинает действовать. И в зависимости от вашего решения, оно или приносит плод, или оно засыхает. И поэтому я хочу, чтобы вы подумали о том, приносит ли плод ваша жизнь сегодня, являетесь ли вы таким деревом. И посмотрите, здесь сказано, окончание этого стиха, что во всем, что он не делает, он успеет, он находит этот результат, он находит дорогу к счастью. Это человек, который понял и увидел и нашел этот путь к счастью. Я хочу задать вам вопрос сейчас. Знаете ли вы, что такое настоящий успех? Знаете ли вы, что такое настоящее счастье? Писание в этом тексте и в этом псалме показывает нам этот путь. Мы сегодня говорили о том, что счастье имеет свое начало, счастье имеет свой источник и счастье имеет свой результат. Мы сейчас будем молиться. Я приглашаю, давайте мы все встанем сейчас. Я хочу, чтобы каждый из вас подумал, где вы находитесь в этих трех моментах. Может быть, сегодня здесь есть в этом зале те, которые не укоренены в Иисусе Христе, и вам нужно спасение. И в этом тексте, посмотрите, сказано, что этот человек приносит плод свой. Что дальше написано? Во время свое. Сегодня это время. Сегодня вы можете принести плод. Сегодня Божье слово, которое звучит, оно проникает в ваше сердце, и от вас зависит, принесете ли вы плод. Если здесь, в этом зале, есть те, которые понимают, что вам нужно обращение к Богу, вам нужно покаяние пред Господом, вам нужно принять Его как спасителя своего, как Господа своей жизни, и вы хотите оставить этот греховный путь, путь, о котором сказано, путь нечестивых, совет беззаконных, вы хотите оставить это, и вы хотите быть пересаженным в Иисуса Христа. Если это вы сегодня, я приглашаю, чтобы вы прошли сюда, чтобы вы приняли это решение, чтобы вы помолились Господу, чтобы вы принесли этот плод. Я хочу обратиться к другой группе людей, потому что я уверен, что здесь есть много и большинство тех, которые уже молились Господу, и вы приняли это решение. Но, возможно, сегодня, слыша это слово, Дух Святой обличает вас, что вы не находитесь в этой близости к Божьему Слову, что вы не находитесь вот в этих потоках вод, вы проверяете себя, и вы понимаете, что это важно, это нужно, но у вас нету как бы этого. Я хочу, чтобы вы приняли решение. Я хочу, чтобы вы сегодня приняли это решение, и сказали, Господь, я принимаю это решение, я хочу быть этим деревом посаженным при потоках вод, я прошу, помоги мне быть таким. Я принимаю это решение в духе своем, я иду к тебе, я хочу, чтобы ты совершил, чтобы ты сделал меня таким деревом. Если вы принимаете это решение сегодня, я тоже приглашаю, вы можете пройти сюда, для того, чтобы засвидетельствовать, для того, чтобы помолиться Господу, для того, чтобы этим самым сказать самому себе, Господу, всей церкви, всем нам, я принимаю это решение, я хочу быть человеком, счастье которого имеет источник в Слове Божьем. Я хочу обратиться к третьей группе людей. Может быть, вы проверяете себя, и вы не замечаете, что в вашей жизни есть достойный плод, результат вашего служения Богу. Вы не замечаете, что в вашей жизни вот есть эта плодоносная жизнь, когда вы служите Богу, повинуетесь Ему. В вашем характере это выражается, вы меняетесь, вы становитесь больше похожими на Христа, в вашем служении это проявляется. Если сегодня вы хотите принять решение, я хочу позволить Богу, чтобы Он изменил меня, я хочу больше приносить плода, я хочу больше меняться, становиться похожим на Иисуса Христа, я хочу больше ревностей служить Ему. Если вы принимаете это решение, вы можете прийти сюда, и тем самым заявить, что это мое решение, это сегодня мой плод, это сегодня мое обращение к Господу, это сегодня мое обновление, это сегодня моя молитва, чтобы Господь изменил меня, и сделай меня таким человеком, о котором говорит Слово Божие. Если кто-то из вас принял это решение, вы можете пройти сюда, мы будем молиться с вами. Я предлагаю, давайте мы споем один гимн о молитва, о молитва. Если вы чувствуете этот Божий призыв, вы можете пройти сюда, мы помолимся с вами, это будет результат вашей жизни, вашего решения и вашего плода. А поможет вам этом Господь. Давайте споемся вместе. Братья, подойдите. ПЕСНЯ 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 Я прошу вас, молодежь, я прошу вас петь немножко тише. Здесь молитва идет. Давайте будем петь в полголоса. Мы будем продолжать петь. Для того, чтобы те, кто молится, они могли помолиться, чтобы братья могли слышать молитву. Мы будем петь в полголоса. Если Бог работает в вашем сердце и призывает вас к покаянию, или к решению, или к обновлению, вы можете проходить сюда и помолиться вместе с братьями. Будем петь полголоса. ПЕСНЯ 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 Братья, служители, если есть в зале, подойдите сюда еще. Здесь есть те, кто хотят помолиться. Если есть братья, служители, подойдите, помолитесь. ПЕСНЯ 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 Слово Божие говорит, дерево приносит плод в свое время. Если это твое время, то ты это знаешь. Бог показывает тебе это твое время сегодня. Не ожесточите ваше сердце, идите навстречу Господу. Принимайте решение, чтобы вы стали этим деревом. Скажите Господу, что вы хотите быть таким деревом, вы хотите быть таким мужем, вы хотите посвятить ему жизнь, вы хотите, чтобы воля ваша была в Слове Божьем. Откройте свое сердце Господу, скажите желание, и Бог поведет вас, Он поможет вам, Он даст вам силу следовать за Ним. Чтоб я чувствовал всегда, как твоя сестинная рука. Слово Божьем. На плечах лежит Мои, и среди жительских миг обогляет ласковое. Еще подходит молодежь, братья-служители, подходите к тем, кто желает помолиться. Слово Божьем. Слово Божьем. Помолитесь теми, кто вышел вперед. Может быть, в вестибюле есть у нас братья-декана или служители. Подойдите сюда, чтобы помолиться с тем, кто здесь впереди. Давайте мы споем еще один гимн, пока идет молитва. Что мы споем? Неужели, не приняв Христа, ты уйдешь? Знаете, откройте, неужели, не приняв Христа, ты уйдешь? Еще молодежь подходит сюда, братья. Смотрите по всем сторонам, подойдите к тем, кто желает помолиться. Руководители молодежи, если вы здесь, подойдите тоже. Если есть руководители молодежи церквей, подойдите помолиться с теми, кто стоит. Помолитесь, руководители молодежи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Может быть кто-то есть на балконе, вы думаете, это сложно сойти вниз. Вы можете сойти вниз? На балконе или в горе, где вы не были, если Бог касается вашего сердца, вы можете подойти сюда. Идет еще молитва, поэтому у кого есть желание, вы принимаете решение. Вы хотите посвятить себя Богу, вы хотите приносить плод, вы хотите жить у источника воды. Бог работает в вашем сердце, и Он призывает вас к себе. Подойдите, братья, служители, кто еще есть, подойдите сюда, помолитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? То, что происходит сейчас для многих, кто вышли сюда, это цель, ради которой вы приехали. Я верю, что Слово Божие касается, и Господь ожидает ответа. Он ожидает ответа от каждого из нас. Я верю, что все, кто находится здесь, вы молитесь внутри сейчас, молитесь Господу. Те, кто выходит вперед, вы принимаете решение, вы отвечаете на Божье Слово. Это действие Духа Святого. Это большое благословение, потому что мы всегда должны ответить на Божье Слово. Мы всегда должны сказать Господу, что мы принимаем Его Слово. Мы желаем меняться, мы желаем быть угодными. Еще идет молитва. Давайте испоем еще какой-то гимн. Предложите, мы испоем еще один гимн. Слово Божье Слово. 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 Слово Божье Слово Божье Слово. Слово Божье Слово Божье Слово Божье Слово. Слово Божье Слово Божье Слово Божье Слово. оно живое, оно действенное, оно проникает в наше сердце, оно судит наши помышления, и оно влечет нас к Тебе. Это слово действительно, эти живые потоки воды, которые омывает наше сердце, которые показывают нам путь Твой и волю Твою. И мы благодарим Тебя за действие Духа Твоего Святого. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас быть послушными Тебе. Я благодарен Тебе за всех тех молодых людей, которые вышли сюда вперед, принимая это решение. Ты слышал их молитвы, Ты видишь их просьбы, Ты видишь их желания. Господи, прости тем, кто каялись перед Тобою, очисти их, освободи их от греха, от зависимости, дай им новую жизнь. Господи, обнови тех, кто вышли сюда с этой просьбой и желанием стать лучше, желая служить Тебе больше. Господи, Ты используй их, Ты помоги им, Ты дай им силу. Услышь, Господи, молитвы тех, которые обращались к Тебе, те, кто не вышли, Господи, Ты каждого из них слышишь. Наше желание, чтобы каждый из нас был этим деревом, потока вод, который бы приносил плод для славы Твоей. И мы верим, Господи, Твоему Слову. Мы верим этому обетованию. Ты сказал, и будет, Господи, и мы также повторяем это слово, доверяя Тебе, что Ты будешь с нами дальше, и Ты поможешь нам во всем. Храни нас в руке Твоей, благослови нас. Сделает, Господи, нас этим блаженным человеком, который знает Твою истину и понял, что счастье – знать Тебя, быть послушным Тебе и служить Тебе. Слава Тебе за все, наш Господь. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Сейчас, друзья, будем слушать пение хора. Произведение называется «О Магнифай, Де Лорд». Знаете, свободная душа не может не прославлять Господа. Можем ли присоединиться к хору? Можем ли мы возвеличивать Бога действительно нашей душой? Если нет – проблема. Дерево, посаженное при потоках вод, оно приносит плод, оно приносит благодарность Богу. И поэтому, друзья, я опять говорю, проверьте свои сердца, есть ли там действительно вот этот поток благодарности и славы Богу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok